Приветствую вас дорогие друзья, с вами Виктор Паньков, компания Grand Capital. Сегодня 15 января и мы начинаем математический анализ валютного рынка Forex. Напоминаю, что сегодня в 14 часов у нас будет вебинар, на котором мы будем в прямом эфире отвечать на ваши вопросы. Ссылка на вебинар будет в описании под этим видео. Пожалуйста, заходите и задавайте любой интересующий вас вопрос любому из нашей команды аналитиков. Итак, теперь непосредственно к анализу. Начнем с индекса S&P 500. Индекс провалился согласно нашему основному сценарию. Мы говорили о том, что все-таки мы должны перед тем, как пойти наверх, скорректироваться. Но пока что эта коррекция недостаточная. Мы пробили нижнюю границу флетового диапазона, флетового накопления. Но теперь нам для того, чтобы собрать все вот эти цели по ликвидности, нужно немножко сходить наверх. То есть, оттолкнуться от линии поддержки и сопротивления и далее пойти в нисходящем направлении. В принципе, это будет наш основной сценарий. После того, как мы соберем вот эти цели, они у нас являются основными. Здесь уже возможен разворот и поход вверх к нашим верхним ранее отмеченным целям. По евро-доллару вчера мы, согласно сценарию, также спустились. Оттестировали один из ключевых уровней. К сожалению, не добрались ни до одного из следующих. Сейчас пока что валютная пара продолжает снижаться. Поэтому есть высокая вероятность того, что сегодня мы все-таки добьем эти нижние цели. И затем уже со спокойной душой пойдем наверх. Так, это будет уже скорее среднесрочный поход. Поэтому с текущих позиций рекомендуется все-таки рассматривать сделки в лонг. О, в шорт, прошу прощения. Потенциал порядка 55 пунктов. Ну, а затем уже вот в этой области цели искать развороты и рассматривать сделки в лонг. Цели у нас остаются прежними. Это 1.2237 сверху и ближайший уровень снизу 1.2107. Фунт доллар. Топчется пока в непонятном флете. Вчера мы все-таки обновили локальный максимум, но уровень немножко не достали. Буквально нам не хватило до него 7.5 пунктов. Ну, возможно, сегодня мы его добьем. В принципе, пока что у нас здесь восходящий тренд краткосрочный достаточно явно выраженный. Максимум обновляется, минимум подтягивается. Поэтому, может быть, даже дойдем до верхних целей 1.3761-1.3789. Будем смотреть по факту. Следующий момент. Если мы все-таки пойдем в нисходящем направлении, то эта линия поддержки нас уже вряд ли удержит. Поэтому мы пролетим до следующей. Здесь нас будет интересовать диапазон 1.3575-1.3598. Обратите внимание, мы его немножко пододвинули. Он у нас находился ниже. Но в связи с тем, что мы обновили локальный максимум, линии поддержки у нас сместились. И также есть ключевой уровень 1.3541. Поэтому здесь рекомендуется придерживаться следующего сценария. Пока что с текущих позиций лучше никуда не лезть, поскольку находимся мы в таком своеобразном флете еще и на середине диапазона. Поэтому лучше дождаться подхода цены к какому-то конкретному месту. То есть, либо это будет верхний диапазон, либо это будет нижний диапазон. И, соответственно, от них уже принимать решение. Доллар японская и иена не пошел, к сожалению, вчера наверх по нашему основному сценарию. Иена укрепилась в связи с чем актив пролетел вниз порядка 55 пунктов. Но, в принципе, ничего страшного. Локальный минимум мы не обновили. Поэтому наша идея пока остается прежней. Единственное, что здесь можно теперь констатировать, что цена начинает зажиматься в таком своего рода треугольнике. То есть, видим, что есть у нас ярко выраженные линии поддержки и сопротивления. Ну и сейчас, в скором времени, буквально наступает апогей данного накопления. И мы куда-то должны выстрелить. Насколько мы знаем характер движения японской иены, после таких накоплений мы выстреливаем достаточно неплохо. Движения очень мощные получаются. Поэтому здесь следует ждать движения в каком-то направлении. Поэтому рекомендую вам от границ данного накопления поставить либо алерты, либо сразу стоп-вартира на пробой. И, соответственно, ждать дальнейшего похода цены. В целом, по техническому анализу у нас картинка, как я уже сказал, не поменялась. Все еще мы можем сходить в восходящем направлении. Ну а затем уже либо двинуться вниз на более глубокую коррекцию, либо, соответственно, после ретеста линии поддержки и сопротивления пойти к следующим целям вверху. Доллар канадец, согласно нашему сценарию, спустился до целевого диапазона, но, однако, на нем не остановился. Пролетел еще 30 пунктов вниз, обновил глобальный минимум и только после этого скорректировался. Сейчас здесь идея у нас следующая. Вот этот вот каскад нам говорит о том, что явно у нас здесь движение нисходящее в приоритете, поэтому вполне возможно, что оно будет продолжено. Ориентиром для нас будет являться вот эта котировка по линии поддержки и сопротивления и вот эта трендовая линия. Они здесь очень удачно совмещаются, поэтому от этой точки можно будет заходить в дальнейшем, в нисходящем направлении. Целью у нас здесь с вами будет являться, давайте отметим. Так, ближайшая цель у нас здесь это диапазон 1.25.38, 1.25.63. По ходу движения, если у нас будет что-то меняться в структуре, мы будем их, конечно же, корректировать, но пока что стоит придерживаться именно таких границ. В случае, если мы будем пробивать трендовую линию и закрепляться выше нее, тогда у нас здесь есть неотработанный ключевой диапазон 1.28.54, 1.28.72. Ориентируемся на него. Доллар-франк перешел в накопление, торчим мы во флете, явно видны у нас границы данного флета, поэтому первая задача, которая стоит у нас при торговле на данном инструменте, это выйти из флета, то есть определиться с дальнейшим трендом, куда мы все-таки пойдем. Поэтому здесь у нас идея основная будет такая же, как я и говорил ранее, то есть это поход вверх с тестированием верхних целей и затем снижение к нижним целям и дальнейшим поход вниз. То есть это у нас основной сценарий. Как будут происходить события здесь, ну, сказать сейчас трудно, поскольку находимся на середине флетового диапазона. Вполне возможно, что мы наоборот спустимся сначала к нижним границам, здесь оттестируем эту зону, а затем пойдем к верхней зоне и дальше по целям. В любом случае границы себе, пожалуйста, помечайте на графиках и ждем дальнейшего развития событий. Австралиец доллар отработал по нашему сценарию, прогнозировали мы с вами, что вот с этой области у нас будет коррекция, но, как мы видим, до ключевого уровня, от которого я рекомендовал принимать решение, мы не дотянули. Буквально нам не хватило 6 пунктов. Вот, тем не менее, сейчас цена пытается пробить трендовую линию, поэтому если произойдет закрепление ниже трендовой линии, вполне возможно, что мы полетим дальше к следующей цели, это 0.7640. И более дальний диапазон 0.7571-0.7591, поэтому здесь я бы рекомендовал принимать решение в шорт, и в случае, если все-таки мы будем возвращаться над, цена будет возвращаться над вот этой линией поддержки и сопротивления, тогда работать в восходящем направлении. Цели у нас обозначены, остаются прежними 0.7925-0.7967. Новозеландец не очень интересно ходит, пробили мы трендовую линию, но не закрепились над ней, вроде как и было движение, спустились под. Соответственно, сейчас здесь на данной валютной паре у нас приоритетное направление нисходящее, рассматриваем сделки в шорт, ближайшая цель 0.7112. Здесь также можно себе отметить вот эту котировку, как одну из основных, это 0.7140. Дело в том, что здесь есть неплохой уровень по структуре движения цены, и также мы видим здесь сосредоточены достаточно неплохие стоп-лоссы толпы. Поэтому вполне возможно, что цена пойдет тестировать этот промежуток, ну а затем уже либо будет конкретно пробой и продолжение движения вверх, либо мы пойдем после небольшого отскока к нижним целям. В любом случае, здесь границы у нас пока остаются прежними, ситуация никоим образом не меняется кардинально, рассматриваем те же рамки. Золото, так же как и франк ушло в накопление, видим, что нет у нас конкретного какого-то движения, поэтому ожидаем в первую очередь выход из флетового диапазона. Либо это будет выход наверх с ретестом, либо это будет выход вниз. В любом случае, пока что это наш основной сценарий. Ну, для тех, кто любит поторговать во флете, конечно же, можно рассматривать вот такие движения цены от верхней до нижней границы. Если ситуация на рынке будет оставаться неопределенной, то золото еще долго может ходить таким макаром. Серебро. По серебру здесь у нас картинка более четкая, нежели по золоту. По крайней мере, максимум у нас обновляется, минимум подтягивается. И даже не знаю теперь, кто из них является ведущим, а кто ведомым. Но в любом случае, по серебру у нас также границы здесь не меняются. Уровень 26.66 ключевой сверху. И снизу целевой диапазон 23.80, 24.14. Ждем какого-то развития событий, достижения каких-то целей. И дальше уже будем работать по факту. Нефть марки Brent вчера скорректировалась, затем вернула свои позиции. Сегодня она при маркете Европы снова снижается. По текущей структуре, если рассматривать движение, то мы как раз должны прийти плюс-минус вот в этот диапазончик. Ключевой здесь у нас есть несколько целей. 54.41 ключевой уровень, который мы рассматривали с вами ранее. Поэтому рекомендуется дождаться коррекции именно к этому уровню. Но будьте внимательны. Сейчас у нас здесь есть очень интересная тенденция такая, что у нас есть локальный максимум и локальный минимум вчерашнего дня. Причем, если мы пробиваем минимум, значит стоит рассматривать движение в нисходящем направлении. Пробиваем максимум, стоит рассматривать движение в восходящем направлении. Цели и там, и там у нас с вами обозначены. Поэтому ждем пробития максимумов и соответственно работаем по тренду. И доллар-рубль. Вчера актив снизился. Продолжаем мы двигаться к нашим ранее отмеченным целям. 72.59 наш ключевой уровень. И у нас появился еще один ключевой уровень 72.42. Вполне возможно, что прошибем мы их сразу вместе и затем пойдем в восходящем направлении. Это будет наш основной сценарий. Поскольку пока мы еще продолжаем находиться в рамках этого трендового канала, лучше всего придерживаться такой стратегии. Более того, мы с вами замечаем, что здесь у нас есть дивергенция, которая теперь носит уже не только локальный, но и глобальный уровень, глобальный характер. Поэтому здесь по сути при отработке данной дивергенции и конвергенции мы можем иметь достаточно неплохой потенциал с текущих позиций порядка 10 тысяч пунктов. Но затем может ситуация немного развернуться, развиться и потенциал может быть гораздо больше. Пока что это так. Все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Также напоминаю о том, что в 14.00 у нас будет вебинар, что-то типа онлайн конференции, где вы можете задать вопрос любому из нашей команды аналитиков. Хорошего дня и удачной торговли! Хорошего дня и удачной торговли!